Внезапные жертвы Чисто психологически бывает непросто их рассмотреть, и поэтому мы часто проходим мимо очень заманчивых продолжений. Давайте начнем наш разговор с партии, сыгранной совсем недавно на турнире «Звезд Москопен» этим летом. Встречались в этом поединке Сергей Корякин и Евгений Томашевский. Но надо сказать, что партия была играна в быстрые шахматы, что, естественно, тоже не могло не сказаться в какой-то степени на качестве игры соперников. Они должны были оценить позицию моментально, принимать решение быстро. И начнем мы разговор вот с этой позиции. Даже вот не с этой, наверное. Давайте на ход пораньше сделаем. Да, вот это положение стоит на доске. Я сейчас сделаю маленькое отступление. Вы пока можете подумать над положением, ну, с точки зрения стратегических перспектив соперников. Ну, здесь ход белых в этой позиции. И всегда полезно, прежде чем перейти к каким-то конкретным действиям, понять все-таки, что на доске происходит. А я пока расскажу о следующем. Значит, я непосредственно наблюдал эту позицию, скажем, из комментаторской. Мы с Даней Павловым, нашим трехкратным чемпионом мира по решению шахматных композиций, вели репортаж с турнира. Вот и первое, что я сделал, когда рассказывал зрителям об этом положении, попытался дать, да, пока белый думленцами ходу, попытался дать некую стратегическую оценку ситуации. Ну, для совсем юных зрителей, скажу, какие-то прописные истины, когда мы все-таки приступаем к оценке, ну, допустим, позиция незнакомая, мы видим ее первый раз, ее надо оценить, когда мы приступаем к ее оценке, в общем-то, неплохо пробежаться просто по стратегическим факторам позиции, ну, которые могут включать в себя, безусловно, материальные соотношения сторон. Самое главное, конечно, то, что первое бросается в глаза, это надежность расположения королей, потом полезно перейти к оценке пешечной структуры позиции, ну, поскольку она определяет и наличие открытых линий, и слабых полей, и так далее, и, да, слабых пешек, и является как бы таким скелетом позиции, на которую уже нанизывается как бы расположение фигур, такая мышечная ткань позиции получается. И очень часто как бы из самого скелета пешечной позиции планы начинают вытекать сами собой. Не случайно, например, Игорь Николаевич Зайцев в своей замечательной книжке «Атака в сильном пункте» как-то высказал такую мысль, что когда с доски исчезает последняя пешка, позиционная игра исчезает из партии, то есть стратегических идей больше там бы нету. То есть вся стратегия, она как бы крутится вокруг вот этих фундаментальных пешечных построений, которые обладают некой подвижностью, некоторой устойчивостью, когда мы можем планировать на каком-то твердом фундаменте свои действия. Ну так вот, вы, наверное, уже подумали над позицией. Можете сейчас, допустим, сравнить с тем, как, допустим, я воспринимаю это положение. Ну, очевидно, что пешечная структура говорит о пространственном перевесе чёрных. Кстати говоря, мы видим, что на ферзевом фланге коричневый перевес у чёрных в то же время, на королевском фланге пешек больше у белых. Уже при случае, может быть, мы в будущем можем подумать об идее продвижения f2 и f4, если удастся его подготовить, сбросить коня с поля e5 и таким образом, кстати говоря, снять давление с пункта d3. Также у белых, в общем-то, есть полуоткрытая линия c. Ферзь расположена активно, оказывает давление на пункты b7 и e6. Какой-то попорный пункт может для коня появиться на поле c4. Это первое, что приходит в голову с точки зрения белых. Ну а чёрным у меня, например, возникают такие ассоциации, кстати, когда шахматист обтумывает позицию, он частенько, даже неосознанно привлекает себе на помощь какие-то знакомые образы, которые он уже встречал в шахматах. Вот, например, пешечная структура. Вот если, например, переставить пешечку с чёрную, с e6 на f7, мне напоминает очертания социанской защиты. Такие вещи часто получаются, например, в системе Найдерфа, когда белый конь прыгает с c3 на d5, его меняют, и пешка с e4 переходит на d5. Только в данном случае вы видите, что все эти очертания происходят у нас с переменой цвета. Вот таким образом пешки d4, вот в данном случае за чёрную, это пешка d4 и пешка a, она может пройти на a4. Они могут просто зажать в тиски ферзевый фланг белых, как это часто делают в сцианской защите, ну, соответственно, с переменной цвета Ефим Геллер в своих партиях. То есть можно при оценке опереться на какие-то нам знакомые стратегические образы. Ну, это такая беглая оценка позиций. Значит, ну, не знаю, какой ход вы здесь предпочтёте. Выглядит очень логичным продолжение ладья e1 на f1. Ну, во-первых, мы как-то всё-таки немножко скрашиваем давление чёрных по линии f, пункт f2 прикрываем, хотя ему сейчас ничего, естественно, не грозит. Ну и подготавливаем продвижение f2 и f4. Важно и то, что мы как бы единственную фигуру, которая у нас пока не в пределе на e1 расположена, ладья пока непонятно зачем-то, а улучшаем его позицию. В общем, идея вполне неплохая. Сергей Корякин сыграл в этом положении конь c4. Ну вот, кстати говоря, возникает проблема размена. Здесь стоит об этом подумать. Но обратите внимание, если мы, допустим, с доски сейчас снимаем коней, ну, в общем-то, я думаю, это будет небезвыгодно для белых. Снимется давление из пункта d3. У них меньше пространства, поэтому снятие пары коней с доски скорее выгодно белым. Появится какое-то пространство для маневрирования даже на ферзьевом фланге. Там поле c4, поле b5, может быть, для ферзя и так далее. Так что, естественно, вполне чёрным, сходя из этого, от размена коней уклониться. Что Евгений Томашевский и сделал. Последовало а5, а4 промежуточный ход. Ну, как бы это... Ну, ход находится в общем плане, который мы вырисовали, зажимы ферзьевого фланга. Ферзь отошёл на d1, и Кенниг сыграл здесь конь d7. Вот такой интеллигентный, эластичный ход. Я, когда раскрыл эту позицию, полагал, что... Ну, полагал более прямолинейное продолжение сыграть конь g6. Ну, и если белый ограничивает коня ходом g2, g3, ну, допустим, мы играем e5. То есть, f4 хода уже нет. Ну, и видно, что лавина пешечная черных на королевском фланге готова двинуться вперёд. Евгений, когда, кстати, на пресс-конференции он сказал об этой позиции, он сказал, что всё-таки ему не хотелось ставить коня на g6, где он пешкой g3 ограничен, и потом ещё нужно будет думать, как улучшить его положение. Так что, видите, такой ход, как конь d7, ну, безусловно, свидетельствует о тонком понимании Томашевским перезиционной стратегии. Это такой очень мягкий, эластичный ход, а не прямолинейное решение коня g6, e5. Но другое дело, что Мурбутёба решение имеет свои за и против, но сам подход очень интересен. Ну, и дальше партия продолжалась. Здесь, пожалуй, у чёрных всё-таки более приятная позиция за счёт пьюсов в пространстве и ясного плана игры на ферзовом фланге. Ну, вот когда я излагал план чёрных вот в этой позиции после хода конь d4, значит, Даня Павлов сообщил удивительную, на тот момент, да, удивительную новость, прозвучавшую как гром среди ясного неба, что компьютер говорит, что чёрные здесь форсированно выигрывают, причём молниеносно. В это действительно было сложно поверить, но потому что позиции не предполагают каких-либо серьёзных тактических ресурсов для этого. Чёрные фигуры находятся вдалеке, в общем-то, от королевского фланга, от позиции короля. То есть достаточно скромно расположены. Конечно, можно сказать, что ферзь e7 смотрит на кэсских фланг, конь e5 над ним нависает, ладья на f8 уже смотрит, а белые фигуры сместились на ферзовый фланг, пешка d4 их немножко отсекает. Но, тем не менее, предположить, что что-то может произойти, совершенно неправдоподобно. И, тем не менее, компьютер указывает здесь продолжение, молниеносно причём. Даня Терпелево выслушал моё пояснение и сообщил вот эту интереснейшую новость. Чёрный может просто сказать конь f3. Белые берут на f3, иначе они просто остаются без качества. Теперь следует ферзь g5 шаг. Собственно, в две стороны белый король может податься, но дело в том, что после король h2 ладья f3 на f2 пешку надо защищать, ферзь c2 и ферзь h4 выясняется, что он гибнет. Ну, это как бы несложно, вполне очевидно. Но, естественно, король пытается покинуть его в опасную зону и просто переходит на e2. И чёрные спокойно берут ладьёй на f3. Ну, пока даже кажется, ну, а что, такого страшного. Всего лишь ферзь с ладьёй в атаке, у белых есть время. Но выясняется, что вот действительно пешка d4 и пешки dt – такой барьер для белых фигур. И они не могут как бы консолидироваться. Если король пытается покинуть опасную зону в ход король e2, то это ещё один совершенно неожиданный ход. Ну, относительно неожиданный, конечно, вы его сразу найдёте, если будете думать над этой позицией в ладья и в два. Просто неожиданный потому, что отдаётся ещё одна атакующая фигура. Чёрным, собственно говоря, надо всё-таки оставить мусил, чтобы атаковать. Да, но они уже здесь форсированы белого короля. Матуют король d2 и ладья f2. И выхода никакого нет. Стало быть, бежать король не может. Ну, остаётся ещё возможность сыграть, например, ладья c2, чтобы подключиться к защите по второму ряду. И тоже так ещё непонятно, что здесь такого особенного в позиции. Но, тем не менее, я думаю, что в этом вы сами убедитесь. Мы сейчас не будем какие-то варианты сложные смотреть. Вы можете сами посмотреть эту позицию, можете пообщаться с компьютером. Но так или иначе, усиливают чёрную позицию следующим образом. Они играют, допустим, ладья f8. Потом ферзь может через h5 подключиться к атаке пешки h3. У белых просто нету удовлетворительной защиты. Правда, если вы будете эту позицию смотреть, опять же, с компьютером, он вам, допустим, покажет, что конкретно на ладья f8 ресурсы обороны ещё сохраняются. Он предлагает здесь прыгать конём на d6. Ферзь e6 грозит. Конь этот уничтожается. И теперь худо-бедно белый ферзь успевает прийти на помощь своему королю, хотя позиции здесь, мы видим, не хватает. А нет, всего даже пора. На d3 сейчас пешка висит. Ну, ясно, что у белых позиция неприятная, но борьба ещё продолжается. Вот и поэтому после ладья c2 в согласии с компьютером самый точный является вкратчивый ход ферзь h5. После чего уже защита с конь d6 не работает, там будет ферзь h3 в промежутке. Пункт e6 укрепляется. Вот и после этого король-король едва не может убежать. И после этого чёрные начинают медленное удушение белого короля хадами ладьяк, f8 и ферзь h3. В общем, они побеждают. Интересно было послушать на пресс-конференции комментарий Евгения Томашевского, когда ему сказали, что в этой позиции конь f3 выигрывает. Ну, и вот эти варианты были продемонстрированы. Там он сказал, что это действительно достаточно неожиданно, что он, конечно же, видел ход конь f3. Ну, сам по себе ход, возможность его он видел, но он просто не мог предположить, что при таких козырях, как будто в изначальной позиции, что-то из жертвы коня вообще может серьёзное получиться. Если, безусловно, бы он мог это предположить, то, естественно, уделил бы этому продолжение внимания. Ну, а если бы уделил внимание, то, разумеется, и все варианты эти были бы... Они, в общем-то, не сложные, когда ты знаешь, что конь f3 ведёт к цели, а, естественно, были бы им найдены. Значит, для нас из всей этой истории очень интересный момент вытекает. Как мы вообще действуем до доской, как вообще действует человек за доской? Время ограничено, он, естественно, не считает всё подряд, выбирает ходы и варианты для расчёта на основании своего опыта, на основании своей интуиции. И, допустим, если мы такой пример увидим, который идёт вразрез с общепринятыми для нас представлениями, которые нас практика выработала, естественно, таким ситуациям нужно уделять внимание, такое даже, что сказал, шахматно-психологическое, то есть пополнять таким образом запас своей интуиции, возможных оценочных представлений. Это очень важно. И ещё одна вещь я хочу сказать, допустим, это такая чистая методологическая вещь, которая позволяет извлекать мне большую пользу, допустим, из просмотра партии крупных соревнований. Ведь как было раньше, допустим, проходит в Москве первенство СССР, к примеру, возьмём там 70-е годы, тогда первенства обычно проводились в Центральном клубе культуры железнодорожников. Я был ребёнком, школьником начальных классов на этих турнирах присутствовал. И на самом деле там была совершенно поразительная атмосфера, потому что вот играются партии, вы сидите с друзьями, такими же любителями шахматы, юными, как и вы. Сам, да, я с отцом иногда был на этих турнирах. Вот и начинается дискуссия, обсуждение этих позиций, которые играются. Причём играются они ведь, как бы сейчас сказали, в живую, в прямом эфире. И вы не знаете заранее, что будет, и не знаете даже заранее результат партии. То есть у вас эти вещи над вами не давлеют. Вот вы начинаете живо интересоваться, как бы вы здесь продолжали. Завязывается аналитический обмен мнениями. Таким образом, так вот опосредственно ребята приучались к аналитическому исследованию позиций. На самом деле это в такой вот форме живого общения. И потом очень важный есть эффект, когда вы, допустим, над позицией уже подумали, а потом вам показали на демостромной доске, как здесь сыграл гроссмейстер. Ну, это очень важная вещь. То есть вы видите, особенно это остро переживаете в психологическом плане, видите вот разницу между тем, что думали вы, что сыграно. Это было, конечно, прекрасной школой. Сейчас таких первенств и сыр мы, конечно, уже не найдем. Первенство России проводится немножко в другой обстановке, в такой, казалось бы, более комфортной для зрителя. Он сидит в зале, где комментатор для него может все рассказывать, показывать, объяснять. То есть он усваивает эту информацию, как вот сидя в ложе театра, перед ним показывают представление. Но в этом есть, безусловно, и минус, потому что он не включается вот в это аналитическое переживание партии, которое играется перед его глазами. И, естественно, это противоречие вполне можно устранить. Допустим, если вы наблюдаете партию в прямом эфире, у вас есть комментатор, там есть, наверное, еще бегущая строка компьютера, которая показывает свою оценку. Вот один из тренировочных приемов может исключаться в следующем. Вы можете отключить комментатора, можете отключить бегущую строку и просто в прямом режиме эти партии турнира изучать. Можно выбрать себе одну-две партии, за которыми вы будете следить, и вот так буквально ход за ходом ее разыгрывать. Это будет отличная школа. Причем можете разыгрывать, собираться так и своими друзьями, посмотреть эту партию. Будет отличный дискуссионный клуб, как в настоящем практически турнирном зале, что было раньше. Можете самостоятельно эту работу проделать. И я уверяю вас, что это дает гораздо больше эффект в смысле пополнения вашей интуиции, ваших оценочных способностей, позиционной игры и так далее. Потому что представьте себе вот эту партию, например, с ходом Куниф-3, которую мы только сейчас посмотрели, можно смотреть просто. Вам рассказывают, разжевывают все. Ну да, это приятно, интересно, но не факт, что это западет в душу и станет вашим таким личным мнением по поводу этого приема. А когда вы над ней подумали, и вот, казалось бы, все очевидно, исследует там ход Куниф-3, и в данном случае он не был сделан. Допустим, если бы он последовал, то это абсолютно яркий образ, это вот целый взрыв эмоций, то, что Немцович назвал метод сенсации. Он впервые, Немцович, собственно, об этом заговорил. Он так работал над шахматами в свое время. Он брал, допустим, партии, когда хотел постигнуть искусство позиционной игры. В этом был на определенном этапе его совершенно серьезный недостаток. Вот он брал партии мастеров позиционной игры и разыгрывал их буквально каждый ход с одной стороны он думал и потом сравнил с тем, что было. И вот эти все различия, которые происходят, они вызывают сенсацию, это факт. Потом, может быть, в одной из следующих встреч я даже поговорю о том, как этот метод работает, на конкретных примерах покажу. Но просто примите это к сведению, метод очень эффективный. И вот когда я слушал, как Евгений Томашевский, объяснял, что если бы он мог предположить, что ход коньев 3, вообще в такой позиции можно пожертвовать фигуру, когда фигуры еще не атакуют, и их мало, может иметь перспективу, он бы его посмотрел более внимательно. И мне сразу на ум пришло воспоминание далекой юности. Я вам сейчас покажу следующий пример из своей практики. Это позиция из партии Калинин-Варабин. Межнентурнир в Польше 1992 года, то есть уже 30 с лишним лет прошло, с той поры. Но партия, кстати говоря, до сих пор у меня остается в памяти в качестве образа. Ну, давайте просто сначала оценим позицию. Как мы и говорили, материальное равенство на доске положение королей пока вполне надежно, хотя, в общем-то, на какой-то микрон положение черного короля немножко более дискредитировано, потому что пешка находится на G6, черные поля с двух сторон ослаблены, а слоны на доске белопольные, то есть нечем прикрыть черные поля. Оно это пока скорее какая-то такая виртуальная вещь. Ничего существенного из этого пока еще не вытекает. Вот когда мы смотрим пешечную структуру, то сразу образ позиции начинает рисоваться. Мы видим, что у черных так называемый плохой слон, который упирает в свои пешки, а у белых, собственно говоря, слон хороший. Белые по линии С могут надавить на пешку С6. Здесь, впрочем, плохой черный слон может пригодиться. Черный в смысле защиты. Он может защитить эту пешку С6, в нее просто можно будет обломать зубы. Но, тем не менее, это не отменяет, что слон у черных не очень хороший. Если подумать, кстати говоря, о том, какие фигуры кому поменять, черные, в общем-то, в идеале стремятся к размену слонов. В этом случае слабости пешек А4 и С6 будут компенсированы взаимостей белых пешек на Б2 и Д4. Позиция будет примерно равна. Ну, а белым, например, учитывая то, что у черных тоже есть объекты для нападения, по крайней мере, для давления на Б2 и Д4 черным, белым выгодно просто разменять все тяжелые фигуры. И слоновый Эншпиль, безусловно, окажется для белых выигран, потому что король через поле Б4 легко проникнет на ферзевый фланг соперника. Даже невозможно будет этому сопротивляться. Плюс есть возможность образования по линии проходной пешки путем подрыва Б2, Б3 и так далее. В общем, это такие совершенно очевидные вещи. Ну и если бы, допустим, был бы сейчас ход черных, наверняка они бы сыграли слоны Ф5 и своего плохого слона просто-напросто разменяли бы. Потому что ютиться слону белых на поле А2 нет никакого смысла, он там перспектив просто иметь не будет. Ну и следующий ход белых совершенно очевиден. Они играют ладья С1. Поскольку пешка на С6 висит, слон Ф5 уже будет связан с категорическим ослаблением пешек королевского фланга после слона Ф5, слона Ф5 ЖФ. Черные сыграли слон С8. Пешка С6 защищается, и есть еще одна идея сыграть слон А6 и слон С4. Ну или слон Б5 и просто прикрыть все слабости на ферзевом фланге. Последовало слон С2. Направлено против хода слона А6, и пешка А4 берется под контроль. Черные решили воспользоваться тем, что пешка С6, пока атака на нее перекрыта, играют ферзь Д8 и перебрасывают ферзя на Б6, чтобы взять под прицел пешки Д4 и Б2. То есть, ну, белые сыграли слон Д1, и сохраняется контроль за пешкой А4, линия С для ладья открывается, ферзь Б6. Пока, видите, идет все по плану. Ну и черные, собственно говоря, уже могут подумывать о том, чтобы путем ладья Б7 начать контр-игру против пешки Б4. Возможно, может быть, какие-то будут размены обоюдной пешек. Ну и за счет образующейся активности там ладья на Б2 можно будет получить достаточную контр-игру. Что дальше делает белым? Ну, в таких случаях рецепт, он известен. Но пока мы видим, что черные фигуры как-то немножко скованы защиты пешек к ферзевому флангу, а белые как бы ферзь Д2, он смотрит на ферзевый фланг и на королевский. То же самое можно сказать и о слоне на Д1. Поэтому следующий ход совершенно очевиден. Белые играют А4, и на королевском фланге неожиданно возникают угрозы. Пешка может пройти на А5, потом может и на А6 продвинуться. И уже вот та вещь, которая, казалось бы, не имела значения, ослабление позиции черного короля, о котором мы вначале говорили, уже принимает реальные чертания. И черные сделали автоматический ход. В таких позициях часто так говорят, просто автоматический, А5, чтобы пешку застопорить. И в этом положении, естественно, первая идея, которая меня посетила, она совершенно естественная. Пожертвовать слона на А5 и после ЖАЖ сыграть ферзь Ж5. Надо сказать, что какие-то варианты посчитал на А2-3 хода, но как-то просто не поверил в то, что вообще в этой позиции, когда остаются всего две фигуры в атаке у белых ферзь и ладей, они как-то немножко разобщены, конкретных угроз нет. Я просто не поверил в то, что это может дать какие-то реальные белые результаты. Ну, может быть, вечный шаг будет, но не более того. И решил, пока не форсировать событие, нагнетать напряжение, сыграл ладей А3, но ход, в общем-то, казалось бы, идеальный. Ладей в атаке пешки С6 участвует и готовый по третьей линии перейти на королевский фланг. Да, соперник ответил слону Ф5 и выяснил, собственно говоря, что ничего реального здесь на КС-фланге у белых нет. Теперь эти жертвы не проходят вообще, потому что слон готов перейти на Ж6 и зацементировать королевский фланг. Но у белых сохраняется некоторые преимущества, ну, в общем, не более того. И уже придя домой, когда я эту позицию анализировал, передвигая фигуру на доске, выяснилось, что слон Ф5 всё-таки был к сильнейшей, по всей видимости, неотразимой атаке. Ну, сейчас, когда можно пользоваться компьютером, можно сказать, даже чётче, атака была неотразима с точки зрения компьютера. Ну, человеку бы просто пришлось вести наступление с верой в то, что всё должно сложиться. Варианты примерно такие получаются. Жх-ферзь Ж5, король Ф8, ферзь Х6. Ну и выясняется, что, допустим, отойти королём обратно на Ж8 приводит к немедленному поражению из-за ладья Ц6 двойной удар. Приходится ферзь Д8 играть. Да и теперь ферзь Ж5, шах. Ферзь Ж5, ладья Ц8, промежуток король Ж7, АЖ. Ну, этот, с двумя лишними пешками, ладей для белых выиграл. Поэтому чёрным приходится отправиться королём на Е8. Ну, и тогда следует ладья Ц6. Вот эту позицию я как бы мне представлял, но я просто не поверил, что здесь как-то удастся скоординировать белым свою ладью и ферзя, чтобы что-то получить. Тем не менее, здесь всё получается. Возможно, например, такой вариант. Ферзь Б7. Ну, чтобы и ферзь... Слон был защищён на Ц8, и ладья Ц6 была под контролем. Ну, и одна из возможностей такая. Ладья Д6, такой вкратчивый ход, перерезая королю возможности отступления, и угрожает ферзь Х8 и ферзь Д8 мат. Вот, например, на слон Е6 как раз этот мат и последует. Чёрные могут, например, сыграть слон Д7, поле Д8 перекрывая, тогда идёт такая развязка финальная. Король Д8. Если король Ф8, то сразу ладья А6, матовая конструкция. Ну, на король Д8 следует то же самое. То есть, видите, белой фигурой удаётся буквально двум создать взаимодействие по всей доске. Ферзь Б5. Ну, ход слон Е8 ничего не меняет. Пристановка ходов ладья А6 последует. Ладья А6, слон Е8. Кажется, что чёрные отбились. Ну, следует маленькая комбинация, и всё отыгрывается с процентами. Ну, и у белых выигранный Ферзи Венш с двумя лишними пешками. Вот, и возвращаясь вот к этой позиции, да, ещё раз повторю, что, как вы видите, как и Томашевский 30 с лишним лет спустя, так и я в этой партии прошли мимо жертвы фигуры, просто не поверив в то, что вот оставшимися силами, которые чисто внешне находятся далеко ещё от основного места событий. И игра протекает нефорсированно. Кажется, что у чёрных наверняка что-то найдётся. Да и вот мы как бы отказались от перспективной жертвы фигур. Вот, а теперь представьте себе, да, что мы вот потом дома проделали анализ, обнаружили, что слон Е5 ведёт к победе. Естественно, мы как бы для себя отмечаем такие ситуации, да, что вот, да, это вполне возможно, что всё-таки возможно, даже когда, казалось бы, нету таких явных предпосылок для комбинации, жертвы вполне возможно. Можно наладить координацию фигур в таких случаях. Представим себе, что мы не нашли этой комбинации при домашнем анализе, да, допустим. Сейчас для того, чтобы нам помочь, есть компьютер, он бы нам, так называется, ткнул носом в эти возможности. И очень важно не просто сказать, ах, ну да, была комбинация, я её пустил, а сделать из неё такие более общие выводы, которые пополнили бы запас наших стратегических идей и обогатили нашу интуицию. Ну и давайте я покажу вам ещё два примера на эту тему, которые... Следующий пример мне интересен своим психологическим подходом, который Анатолий Карпов даёт в примечаниях к этому фрагменту. Значит, вот такая позиция на доске. Эта позиция возникла в партии Карпов-Гулько, турнир в Испании 1996 года. И в своих комментариях в журнале Ньюниче Саннатолий Евгеньевич писал, что в этом положении как бы трудно предположить возможность... О, да, сейчас ход белых, скажу сейчас ход белых. Значит, трудно предположить возможность какого-то комбинационного удара. Вот и первое, что он хотел сделать, это просто сыграть слон С3, и потом вдруг неожиданно как-то его поразила идея, и он нашёл просто комбинацию, которая принесла ему в этой партии успех. Вот и оценивая позицию, он просто пишет, никого соприкосновения нет между сторонами. Там явных слабостей в позиции чёрных нет. Король, кстати говоря, хоть и расположен в центре, но, в общем-то, в таком сложном мятежпиле, он там вполне по делу расположен, близко к центру и так далее. Из активных фигур у белых всего лишь... Ну, не всего лишь, конечно, но пока ладьи активно расположены на Д1, С1. Конкретного пада пока ничего нет. Ну и конь на А4, который давит на пешку Ж6. И тем не менее, вот, возможность комбинации в позиции таится. Причём Карпф говорит, что вы будете удивлены, но в этой комбинации в белом для того, чтобы её провести, приходится отдать две свои активные фигуры из трёх уже буквально двумя следующими ходами. Ну и разразилась комбинация такая. Значит, последовало ладья бьёт Д7. Ну, конём брать, естественно, нельзя. Приходится брать королём на Д7. И теперь следует удар. Конь бьёт Б6. То есть от двух своих активных фигур белые уже избавились после слона Б6. У них веншпиле не хватает чистой ладьи пока. И теперь следует ход слона А4. Такая крайне неприятная связка коня на С6. Он, безусловно, теряется. То есть, что вкупе ещё с прыжком коня на Е5 для чёрных действительно становится очень опасно. Их король заметался по центру, не находя пристанищей результатов. Мы, кстати, можем сделать вывод, что в таких многофигурных окончаниях, хотя, как правило, выход короля в центр опрадом в таких случаях, тем не менее, в позиции присутствуют метельшпильные мотивы. И с этим надо считаться. Гулько нашёл лучшую защиту в этой ситуации сыграл король С8. Конь Е5 последовало. Король Б8. Конь С6. Король Б7. И конь прыгнул на Е5. Ну, поле на С6. Сейчас у нас как бы есть пешка за качество уже у белых, но важно, что сейчас слон С6 грозит. Пешка на Е7 висит. Вторая будет пешка потеряна. В партии последовало ладья С8. Слон С6. Король А7. Побили на Е7. И конь обратно вернулся на Е5. Ну и можно сказать, что вся тактическая операция закончилась к явно выгоде белых, хотя на доске относительно материального равенства там две пешки за качество, у белых есть. Но фигуры утвердились на полях Е5 и С6. Король у чёрных ненадёжный. Два слона, которые начинают доску. Постепенно расстреливать. Там сейчас слон на Б4 выйдет. В общем, позиция у чёрных опасна. И в дальнейшем Карпов довёл партию до победы. Но возвращаясь к начальной позиции всей этой комбинации, хочу отметить следующее. Что, ну, в общем-то, да, предположить, может быть, как со слов Анатолия Евгеньевича, комбинацию здесь и сложно, но в данном случае всё-таки возможно. Потому что, как мы знаем, комбинации всегда, такие критические пункты на шарном доске всегда притягивают к себе комбинацию. В данном случае они есть. Сразу мы видим коня на С6, которые один раз атакованы, один раз защищён. Уже какая-то тактическая мысль начинает нас посещать. Поле В6 критическое. Но условно, конечно, тоже она один раз атакована, один раз защищена. Ну и, например, комбинации витают в воздухе, потому что слон теоретически может выйти на Б4, тревожить коня короля на Е7. Если бы, например, даже чёрная ладья стояла бы здесь на Е8, а не на H8, то белые бы сразу выигрывали ходом ладья С6. Слон С6 и слон Б4 просто объявляли мат. То есть здесь чисто тактические моменты, они всё-таки есть. Хотя сам по себе взрыв, такой неожиданный после предшествующей спокойной игры, которая в этой партии была, он производит очень неожиданные впечатления. Ну и ещё к вопросу о компьютерной помощи в наших анализах. Сначала, безусловно, мы сыгранную партию должны разобрать сами, потому что я знаю, что многие ребята сразу спешат к своим телефонам, даже на тех программах, которые стоят в телефоне, не самых мощных, они всё равно получают массу полезной информации, то есть компьютер указывает ошибки, тактические просмотры особенные и так далее. Вот они эту информацию считывают и радостно бегут играть следующую партию, не проводя аналитической обработки партии. В общем-то, делать это стоит лишь после того, как вы сами над партией поработали, именно потому что, опять же, возможен эффект метода сенсации по Немцовичу. То есть вы гораздо больше получите пользу анализа партии, сделав её сначала самостоятельно, потом поинтересовавшись мнением компьютера. Ну и я, когда просто партию это сейчас готовил к этой лекции, поинтересовался мнением компьютера, что он скажет обо всём том, что сейчас мы видели на доске. И вот он что сказал. Значит, вот в этой позиции после конь Е5. Так, значит, конь Е5. Да, значит, когда уже после конь Е5, когда пешка на Е7 была съедена, в общем-то, Анатолий Евгеньевич оценит эту позицию как с перевесом белых. И да, это не вызывает сомнений. Но, тем не менее, компьютер несколько опускает нас на землю. И говорит, что после хода слон С7 всё не так ясно. Ну, пока он просто атакует коня Е5, сбивает его для начала со стоянки. А на коне Ф3, например, играет слон Д6. Вот, ну, все как бы прелести позиций белых, они, конечно, остаются. Но возникает дисгармония в положении. Слон С6 связан, надо какие-то дополнительные телодвижения делать, чтобы развязаться. Ну и, в общем, по мнению компьютера, здесь вообще позиция примерно равная. И вот интересно, как он предлагает уточнить атаку белых. Вот в этом положении, значит, конь С6 был сыгран, король Б7 вот в этой позиции. Вот посмотрите, как мыслит человек. Он сыграет конь Е5 по понятным причинам. Он и освобождает поле С6 для вторжения слона, нападает на пешку и в 7 корневую. Ну и, собственно говоря, это с человеческой точки зрения не вызывает абсолютно никаких возражений. Ну вот, когда мы этот вариант продолжаем, нам вот указывает ресурс слон С7, который мы смотрели, который ведёт к равенству, то становится понятным то решение, которое предлагает компьютер. Человеку, ну оно может, конечно, прийти в голову, но это непросто. Это непросто. Компьютер предлагает прыгнуть коньём не на Е5, а на поле Е7. Ну, так вызывает пока лёгкое недоумение, что он делает на поле Е7, он же оттуда может и не выбраться, как-то странно стоит, а с поля Е5 нас сразу притягивали материальные цели на пункте Е7. Вот то выясняется, что ход чисто профилактический. Просто не выпускают ладью на линию С. Мы помним, это и была основная идея контр-игры чёрных в том варианте, который мы смотрели. По-прежнему грозит слон С6. Ну, раз ладья не выходит на С8, допустим, она спасается на поле Д8. Ладья Д8 играет. И теперь следует блистательный маневр, который показывает, что белым не обязательно в этой позиции охотиться за пешкой Е7, что конь на Е7 сам по себе сейчас войдёт в игру. Значит, следует слон С6, шах, король Б8 и слон Ф3. Вот и вдруг неожиданно оказывается, что действительно у чёрных очень тяжело. Сейчас конь на С6 попадает. Всё это идёт в совместной атаке с связкой с слоном на Ф3. И король попадает просто под ураганный огонь белых фигур. Вот как бы яркий пример, как мыслит человек, да и что часто он проходит, то, что просто немножко выходит за рамки его такого интуитивного схватывания. Но опять же, если мы увидим такую рекомендацию компьютера, вам не просто нужно её воспринять, а попытаться излечь полезную для себя информацию, чтобы в будущем она стала основой нашей интуиции. Ну, я не буду сейчас давать каких-то научительных советов. Вы сами можете подумать, о чём нам как бы этот пример может рассказать. Ну, ко всему прочему, я только могу лишь отметить, что помимо того, что конь и семенышка – оригинальный ход, конь не уходит просто в логово соперника и выходы на d5 и f5 перекрыты. А ещё очень интересный момент, что слон переходит с c6 на f3, и это как бы смена направления удара. Он давил по диагонали a4, e8, а здесь он перешёл на диагональ f3, a8. Очень-очень часто человек, не проявляя должной гибкости при рассмотрении различных ресурсов, упирается, допустим, в одну цель, и как-то мобильность, подвижность его мысли, и она уменьшается. Ну и в заключение ещё одна позиция на тему неожиданных жертв, неожиданных комбинационных возмущений. Это положение из партии двух советских мастеров. Белыми играл Николай Новотельнов, чёрными Дмитрий Ровнер, полуфинал первенства страны, первенства СССР 1946 года. Вот такое положение на доске. Значит, почему я вспомнил об этой позиции, это мои уже непосредственные детские впечатления. Где-то в девять я изучал книжку «Лисица на стратегии тактика шахмат». Буквально брал её, и все позиции, которые там были, даже которые были в теоретическом разделе, пытался сначала поставить на доске, подумать над ними, потом посмотреть ответ. Ну и поскольку в книжке было где-то тысяча с лишним позиций, то за лето мне этот материал удалось как будто освоить, причём не просто прочитать его, а именно самому подумать над позициями, порешать их. И, естественно, это дало потом свои результаты. Я просто почувствовал конкретно, как стал просто лучше соображать после этого. Но это и неудивительно. Когда вы работаете над чем-то усиленно, результаты будут непременно. Ну так вот, чем меня поразила эта позиция? Давайте её просто сначала... Ну здесь ход белых пока ещё. Тут даже никаких комбинационных возмущений не будет. Просто попробуем её оценить. Ну, видно, что просто невероятным взглядом видно, что белые стоят лучше. Чёрные фигуры ютятся на 7-8 линии. Непонятно тогда даже, куда их развивать. У белых есть идеи с F6 по отрывам и с атакой на пешку B6. В общем, пространственный перевес и перевес в активности. Никаких минусов нет. И, возможно, это притупило бдительность Николая Новотельного. И он сделал, в общем-то, казалось бы, хороший ход, замечательный, ферзь D4. И F6 идея усиливается, и ферзь выводится на ударную позицию, на B6 пешка повисла. Ну, а, собственно говоря, в книге приводилась именно вот эта позиция уже после хода ферзь D4. Я просто показываю бы психологическую подоплёку, как человек просматривает что-то тактическое, ну, потому что предпосылок для этого нет, чисто внешних, логических и так далее. И вот здесь в распоряжении чёрных, как мне удивительно, есть комбинация. Вот когда я в детстве как-то задумался, вот когда я решил эту позицию, ну, я её решил, причём достаточно быстро, но потому что, когда вы знаете, что есть комбинация, вы её находитесь. Если вы не знаете, вы можете мимо неё пройти. Вот так вот, я просто потом как-то подумал, господи, а какие же здесь вообще мотивы для комбинации, но ведь нет же ничего, все фигуры стоят плохо, ничего невозможно, и тем не менее комбинация есть. Просто сейчас при наличии такого количества на фигурной доске трудно поверить, что белый губит слабость последней горизонтали. Тем не менее это происходит. Последовал такой элегантный финал, слон бьёт f5, слон бьёт f5, конь f5. Пешка уничтожена, но ясно, если коня не брать, то, собственно, и разговаривать нечего, у чёрных уже и лишняя пешка, и неожиданно состанавливается лучшая позиция. Поэтому ладья бьёт f5. Ну, здесь уже понятно, что все фигуры ушли с первой линии, и первая линия начинает быть уязвимой. Последовал ладья е, d8. Но защита есть. Белый играет ферзь c4, ну и кажется, ничего страшного. На ладья d1 они просто сыграют ладья f1. Ну, комбинация продолжается. Ладья c8. Ну, и на это у белых есть достойный ответ. Ферзь е2. Ладья c2, ферзь c2. Ну, и кажется, всё защитили. Ну, и теперь, как и принято в комбинациях, комбинации притягивают именно эти слабые, тактически слабые пункты. То есть, ещё раз повторю, это пункты, которые находятся либо в состоянии равновесия атаки и защиты, допустим, напали на него два раза этот пункт, его два раза защитили. Или, например, такой пункт, который не находится ни под одним ударом, ни под одной защитой, то есть как бы висит в воздухе. Всегда эти пункты могут стать объектами для каких-то двойных нападений, например. Это и последовало и сейчас. Элегантный тихий ход, ферзь c8. И белые сдались. Они несут решающие материальные потери. Классическая комбинация на слабость последнего ряда. И всё же, когда я сейчас возвращаюсь к этой позиции, мне даже сейчас вызывает удивление, как вообще при таком расположении фигур нет никаких мотивов комбинации, всё же оказалось возможной. Ну, на этом демонстрацию примеров сегодняшней темы я завершу. О методе сенсации, надеюсь, мы ещё поговорим в будущем. Ну, а нашим читателям я... Нашим читателям... Нашим зрителям я пожелаю развивать свою творческую фантазию и позиционную интуицию. Тогда вы будете получать от игры наибольшее творческое удовлетворение и находить в своих партиях неожиданные красивые возможности. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова